тело в ребате плохой канал вторая серия кино про то насколько дорого покупать harley вот но немного про запчасти еще скажу то что по запчасти я сказал я отдельно как бы на сниму просто получил к эту хреновую тучи комментариев все безумных вот я их вывешиваю себя вконтакте пишите больше я так не такой в голову никак не пришло и сегодня мы как раз по комментариям пройдемся и заодно на все это дело ответьте мне такое честно говоря в голову не пришло и когда вот но хорошо что написали с другой стороны так вот значит первое что я хочу вам предложить сделать на крах по каналу мне ребят плохой ящик тоже не очень хороший вот поэтому ничего хорошего от меня ждите значит первое вот у вас нету до чего-то например нет у вас harley но почему-то у вас есть о нем мнение вам пожалуйста ответьте самому себе мне не надо на вопрос откуда она у вас вот почему вообще вот что-то вам думаете про харли дельсон когда у вас его не было вот ну почему второй вопрос паузу выдержим давайте попробуйте себе ответить на вопрос почему и откуда вообще все это взяли вот насколько это надежно то что вы взяли вот ну вот этот вот да вот все ваши доводы какие-то когда вас не было этого ну давайте попробуйте себе на ответ на этот вопрос второй вопрос а почему харлиисты не ходят по например форумам японских мотоциклов например и не пишут там что они говно дорогие дешевые хорошие плохие вот почему тоже задать этот вопрос ну почему им этого не надо на как бы достаточно большом количестве ресурсов там не знаю там на какой там байк посте там вот народ этого не делает ему то нафиг не нужно я этого не делали просто нафиг это не нужно миссию это не интересно почему люди которых не было харли и третий вопрос значит заходит там где их обсуждают и пишут о них неизвестно что не неизвестно откуда это взяв значит что я значит делаю я вот на эти общие как ты вот рассуждение которые взят вообще абсолютно ниоткуда привожу какие-то аргументы что они не совсем верные значит мне при этом говорят о том что значит я привожу неправильные аргументы неточные а сама-то формулировка изначально тоже извините не очень точный правда вот поэтому я собственно не аргументы нахожу все просто и того мы осмотрим опять тоже свой аргумент корей это дорого значит берем такое дикое обобщение берем harley harley делается там больше ста лет ребят какой из ста вот лет модели вы имеете ввиду дорого относительно чего вот носит тут дальше идут какие-то наши сравнения начать еще один вопрос задайте себе такой вопрос значит мотоцикл harley-дэвидсами даже не харли до любой мотоцикл вот подобного плана о которых мы сегодня поговорим это средство транспорта весь это средство транспорта она имеет например расход значит ну важные вещи какие-то для вас там скорость там какая-то там экономичность и там еще что-то в этом роде если это средство транспорта магазин ездить там еще чуть-чуть то как бы тогда это уместно конечно это обсуждать если это не 3 средства транспорта вообще как его можно обсуждать технические точки зрения ребят вы чё обалдели что ли вот потому как но это просто верит и увлечение понимаете то есть уберете один футбольный мяч и обсуждаете его с другим вы имперс каким нибудь там баскетбольным вот это как у меня сказал господин кулаткин такой у меня друзьях висит договорились сказать ко мне в контакте уже друзья там чуть пообсуждаем вы обсуждаете с трамваем понимаете сравниваете это то же самое что баскетбольный мяч сравнивать с футбольным и чё но один меньше другой больше вот вот примерно тем же самым занимаетесь когда сравниваете разные мотоциклы сегодня мы с вами еще до разберем почему это маразм и значит пока пройдемся по комментарию а последнее по поводу неломучести еще на здесь вот один значит миф о том что хоррель значит дорогой ломается ляляля от него отваливается нас болты и насел счет масло люди которых не было хоррель где-то это слышали и на основании уверенно почему-то это предполагает я не понимаю откуда они это берут и когда мы говорим что это не так никогда почему-то не верит хотя их вот то что откуда они это взяли они сами знают откуда и второе не ломучите японских мотоциклов вы ждаете так задумайтесь пожалуйста мы сегодня тоже это разберем откуда тогда столько мотосервисов то кругом что они бедные делают то наверное сидят страдает у них нет ни заказов ни хрена курить там бедный переживает как же не черги ломается блин те же мы будем делать то бы аренду надо платить запчасти блин зачем-то мы купили тонну блин сидим с ним не знаю японский мотоцикл нифига не ломается у нас же практически японский мотоцикл на самом распространенных ты вот они не ломаются только сервисов до корена как бы запчасти и запчасти запчасти еще возят вам не приходилось в голову что как бы ну достаточно странно да вот и как раз отдайте сначала мы посмотрим по поводу сервисов да то есть и а и потом дойдем до комментариев и немного по цене значит и до этого немного значит о себе то что скажу на что я проехал на японских мотоциклов овер до хера вот могу сказать что значит при пробегах там 20-30 тысяч километров за сезон вот я его всю зиму обслуживал вот поэтому он и ездил вот все достаточно просто ничего не ломается только надо обслуживать его просто там постоянно то что вы как думаете нас уберете покупаете мотоцикл iphone никогда есть ничего вообще не делаете после 9 нам вечно так бывает вообще вот но вам не кажется тоже как странного как вот я просто обслуживал там постоянно что-то там происходит какие-то резиночки там гаечки болтики там что-то там какая-то там история сего там постоянно в каком-то состоянии нормальном держать он как бы нормально едет а если него плюнуть вот все что угодно сломается ли вы думаете что как бы не сломается не правда ребят если много использовать что-либо она все равно в конце концов сломается да вот с карли им история немного другая немного более капризный в каком смысле вот за не буду забегать вперед расскажу сейчас пошли нас по поводу сервис смотреть вот есть у меня один знакомый такой вот господин варнавский который работает на тронатах и даже при рекламировании просто периодически обслуживал мотоцикл вот может сказать что у него висит этот человек механик вот работает вот вот двигатель ой двигатель от вот и x и ёкарный бабай так его же не ломается никогда ой кольца блин какой кошмар вот поршня да не не бывает японский никого не ломается на юме нет вот человек работает же сервис он зарплату получает между прочим вот сервис работает постоянно и чинит вот мотоцикл может представить что происходит в зоне вот думать что это не так более того если вы владелец мотоцикла вы знаете прекрасно такого при этом почему-то говорите что ничего не ломается вот неправда у меня знакомый продает бушные двигатели для булеварда ну кто нами продает ребят вот это двигатель вот от японского мотоцикла вы считаете что не ломается ломается почему-то кухарли почему не понятно просто но как я ездил долго ну вот и x да вот как раз собственно его сервис но не специализируется но принято туда ездить со фдексами обычно что в общем то не знает моем моем плане оправданно там неплохо они достаточно все это делает ну вот как бы вот рим зона мотосервиса да то есть да вот там и двигатели да то есть и что-то мы там делаем да с ними снимаем и вынимаем да то есть еда все ломается ребят не надо рассказывать о том что ничего не ломается значит теперь дайте все-таки мы дойдем до комментариев вообще просто жесть не займелись дочь смешно мы вот все дружно смеемся меня выкаю вывешивают и дело прям вообще чуть не в голос вот потому что но разберем сегодня эту историю старайтесь досмотреть ребят стараюсь пипец развеивать все это дело и так дэн веневский или веневский не знаю пишет хороший мотоцикл хордаются но не покрывает всего сегменты рынка из-за этого массово походу не особо заботится о комфорте безопасности там нет трекшена просказывающего сцепления каких-то роботов электронных помощников прогрессивную подвеску комбинированную систему тормозов офигеть значит тут вопрос такой опять достаточно большой мы обсуждаем не средства транспорта и не спорта как у него там эндуро да то есть проездов там каких-то вот я значит поэтому значит технически обсуждать вот это увлечение мяч футбольный сравнивать с баскетбольным ну как бы достаточно глупое занятие то есть но можно бесконечно заниматься и сравнивать количество там не знаю объем насколько надувается но это ничего не приведет то что вы сравните вверх абсолютно разные вещи которые для хобби а не для того чтобы там сделать что-то там вот перед строгать там что-то вот это не там не инструмент даже никакой поэтому ну как бы изначально сравнение достаточно странно комфорт и комфорт ребят комфорт на диване у тебя нет у Throughout Constitution Значит, я всё время сравниваю. Это опять всё то же самое. Есть качественное обсуждение, есть рациональное. Обсуждать рационально-качественные вещи – глупость просто. Вообще, во! Давайте вот так сравним. Есть, допустим, камин с дровами. То есть, вещь абсолютно бессмысленная. То есть, она топит, то фигово. Но почему-то люди его топят дровами. Это прикольно. А дома обогреватель подключить технологично – не прикольно. Вот это вот абсолютно то же самое. Вам комфортно с обогревателем? Комфортно, как б***ц. А с камином – некомфортно. Блин, что-то делать же надо. Ставить его куда-то там за город, там, допустим, дрова. Некомфортно. Но почему-то камин же круто. Вот это абсолютно такое же обсуждение. Камина с батареей. Какой комфорт, ребят? Какие тормоза? Вы чё, говорю, обалдели что ли совсем? Тормоза, у меня нет комбинированных тормозов. У меня были на VTX, ребят. Я не смог ехать на VTX на комбинированных тормозах после того, как проехал 12-тысячный Харлей с одной поршневым. Я привык настолько, потому что здесь ты тормозишь сам, а на комбинированных со всей этой фигнёй, то есть у тебя технологии тормозят. Я так отвык, мне так понравилось. Рубить дрова тоже, ребят, неудобно. Ну, как б***ц, как неудобно. Будь ты мужиком, порубить дрова-то, блин. Ну, примерно вот так вот по поводу технологии. Давайте дальше, значит. Есть длинное описание. Харлей – типичный продукт американского маркетинга. Откуда ты это взял? Вот человек Андрей Зеленский. Откуда? Откуда? Побольше понтов из ничего на пустом месте. А ты сам не понт. Почему? Я тоже так могу сказать. Правда? На шоу года так можно сказать. Вообще шоу года. Почему на пустом месте? Дело вкуса и каждому своё. Как вообще круто сказать. Например, ты козёл? Это моё мнение. Каждому своё. Зачем ты это сказал вообще, что ты козёл? Ну, то же самое. Я писал в одном комменте. Стал выбор мото. Я начинающий в 50 лет. Обалдеть. Спросил человек 40. О, блин, обалдеть. А я 100 опросил. Мне все сказали, что Харлей говно. Я его всё равно купил. Доволен, пипец. Вот. А мотоциклит... Подавляющее большинство советовали мне купить японца, какой нравится. На основании этого вот он сделал вывод. Вот что вот это понты. Итого, значит, вы у кого-то спросили, которую тоже неизвестно откуда взяли, сделали из этого вывод. Абсолютно чёткие при этом. Вы не предполагаете. И там, допустим, я считаю, мне кажется, например. Нет. Ты уверен и говоришь, больше понтов. В пустом месте. Дело вкуса. Вообще, как ей какая-то. Вот. При этом надо Suzuki Honda VTX 1.8. Достойнейший аппарат, который уважение там ля-ля-ля. Другие японцы не хуже американцев. Нравится почему-то Indian, который дороже. Гораздо, блин. Вообще, как в Харлее. Вот. И в Викторе, который больше не упускается. Вот. Значит. Вот. Значит. Ну, был у меня VTX, да. То есть, я его, собственно, избавляюсь от него с огромным удовольствием. Всё хватит. Я всё понял. Как бы, да. То есть, я на нём поездил. Мне хватит. Вот. Я больше не хочу. Вот. Никакого интереса. У меня больше с японской техникой нет. Вот. Но на основании чего вот такой длинный эмоциональный спич? Значит. Как в бизнесе. Знаете. Там нет прилагательных. Там только есть существительные глаголы. Потому как описание не имеет никакого значения. Здесь то же самое. Описывать увлечение эмоционально какое-то, ну, как бы непонятно. В том, что сравнивать два мяча. Футбольный и баскетбольный. Значит. Сравнивать надо мотоциклы одного класса и одинаковых годов. Значит. Здесь очень интересная история. Значит. Да. Есть такой миф о том, что мы берём японский мотоцикл с какой-то одной кубатуры. Техническая опять характеристика, ребят. Значит. И сравниваем его с подобной кубатурой того же года у Харлей. Получаем, что Харлей дороже. Значит. Тут, значит, разница вот в чём. Сейчас мы просмотрим вот этот вот пример отдельно. Значит. Если мы берём, там, например, какой-то мотоцикл, там, Вулкан, там, например, Кавасаки, там. Или, например, там, ВТХ, там, 1.3, 1.8. Он выпускался определённое количество лет без изменений абсолютно. То есть, есть, допустим, вот такая-то модель. Вот она выпускается. Вот столько-то лет. Потом снимается производство. Выходит следующая модель. Значит. Если это касательно Харлей, то совершенно другая история. Значит. У них один год выпускается одна модель. Другой год. Она же выходит с какой-то модификацией, блин. Совершенно нечеловеческой. Потом её вообще снимают с производства. Замечательно другую модель. Вот. Абсолютно, как бы, ну, чем-то смахивающее. Ну, с какими-то доработками. То есть, там, количество моделей в год, которые выходят, выходил. Вот такой вот чемодан. И за столько лет, извините, то есть, там накопилось просто вот тонна этих моделей со всякими модификациями, которых прям не каждый Харлист вообще разбирается. Потому что там реально, допустим, я в своем сегменте что-то там разбираюсь, там, в этих софтейлах, да. То есть, например, в электричках я ни хера не разбираю. А в спортерах вообще. Потому что это совсем другой мир. А здесь, допустим, вот у тебя что, Драгстер. Драгстер. Понятно, всё. Дошел на форум по Драгстерам, тут же нашел ответ. Потому что они все примерно одинаковые. Там 400-ые, например. А здесь, если ты дошел на спортер какой-нибудь, то разных годов было совершенно разное. Вот в чем прикол. Поэтому сравнивать одинаковых годов абсолютно бессмысленно. Потому что, например, какая-то серия юбилейная, которая выпускалась с определенного года, она будет дороже, чем, например, следующая. Вот. Потому что она была уникальна в своем каком-то роде. Вот и всё. Потому что разнообразие у американских мотоциклов гораздо больше, чем, ну, в смысле, у Харли. Гораздо больше, чем у японских. Японские – это вот такой маленький сегмент. Сейчас я вам покажу. Маленький сегмент. Вот такой вот. Они взяли, да. То есть, остальное – это мопеды, по сути, что делают эти компании. Там Honda вообще всё подряд там выпускает. Вот. Вот. Чё-то не ролик или какие. Вот. А, как бы, Харли Дэвидсон опускает только мотоциклы вот этого класса. Больше никакого вообще им нафиг пока, по крайней мере, не нужно. Вот они вроде как эндуро там засветили где-то. Электро… Ну, этот сам электромотоцикл. С одной стороны, это хорошо, конечно. Потому что, ну, вот, прёт там технологии. Да и здорово. Пусть они там куда-то прут. Если на это спрос есть. Вот. Но при этом, ну, по крайней мере, до текущего момента, да, то есть, 2019 года, вот, они занимают один-единственный сегмент. Так называемый стритовых мотоциклов. Ну, тяжёлых, высококубатурных. Вот. А вот эта ниша мелких там всех, и вообще там их нет ничего. Поэтому, ну, как бы, причём тут это всё сравнивать таким образом я бы не стал. Значит, дальше. Значит, техническая, опять-таки, сравнение. Харлей не едет в сравнению. Это, значит, кто пишет? Иван Борзунов. Значит, Харлей не едут, если сравнивать одноклассников, ни ЦВО. Сравнимых годов. Роткинг, электрический, там, Стратаилайнер, ВТХ, Вулкан, там, ля-ля. Значит, едут бодрее. Значит, чё он имел в виду под бодрее или не бодрее? Я, честно говоря, вообще не очень понимаю. Вот. Значит, вы же покупаете мотоциклы, повторюсь, не для трека, а то есть, ну, обычно эти мотоциклы для того, чтобы куда-то там ехать. Вот. Средний крейсер, там, это, ну, где-то 110-120 км в час. Вот. Быстрее 140-150 в течение, там, многих часов ехать, не достаточно утомит. Есть такие люди, которые есть, но это так немного. Поэтому, а чё бодрее или не бодрее? Опять мы берем технические характеристики какие-то скоростные, да. То есть, когда мы оцениваем увлечение, а не транспорт, а не спорт. Вот. Поэтому, чё тут оценивает? Наверное, бодрее. Я не знаю. Мепс-то всё равно. Там быстрее кто-то едет или не быстрее. Я не занимаюсь спортом на мотоцикле. Им и всё равно. Значит, дальше. Харлей дороже риса изначально. Это пишет Elcassador1. Вот. Значит, вот пишет. Дороже риса изначально. Изначально риса дороже. Чё? Вот. Опять возвращаемся с того. Есть, значит, модель одна-единственная, там, какая-нибудь там, вулкан, которая выпускалась в определенный год без изменений. Потом её сняли с производства. И вот есть на рынке вот определенный сегмент вот этих моделей, которые бы продавались раньше. Вот. И есть, вот, хреново тучи миллионов моделей Харлеев, там, которые каждый в разные года были разные. Там, и они, как бы, вот, если их сравнить по годам, они будут дороже. Вот. Но там нет четкого характеристики. Меня знакомы, продают электричку 88-го года за 360 тысяч, по-моему, ребят. Так слово просто. То есть она вон с какого угода, а стоит она будет столько же сколько там, не знаю, 2000 какого-нибудь. Вот в чём прикол-то. Значит, рис надежнее Харлея, медь надо два, чинить на втором, за частями ездить. Ну, вообще, даже не знаю. Ну, мы все в жопу до сих пор. Пишите ещё. Вот. Ну, как бы, я, правда, не знаю откуда. Масло в мотор, можно автомобильное, зато лить в Харлине. Автомобильное лучше не надо. Так, значит, ещё, значит, один человек. Голос без дока, без дока, не знаю, без кого-то. Значит, там, ну, как человек похамил там чего-то. Ну, видимо, больше ни на что у него не хватает. А вот. Значит, опять про болта. Значит, ребят, про болта. Я не оценивал, ребят, болта. Мне всё равно. Я не оцениваю его как личность. Мне не важно. Абсолютно. Я просто сказал о том, что он берёт информацию из форумов и на основании неё делает какой-то вывод. Просто это другое. Если вы к Варчу приходите, он вам говорит, сейчас я форум посмотрю, как вас лечить. То есть, ну, наверное, это, ну, вам покажется, ну, мини-объективным. Если он скажет, да, я вот читаю, надо делать так, там, исходя из своего опыта. Вот я, собственно, что и сказал. Ничего другого. Никакое не мнение. Вот. О том, что сделать обзоры из какой-то другой технической характеристики, которую невестный кто написал, вот, можно, но они как бы, ну, только как сериал смотреть. То есть, как вот, ну, объективную информацию я бы не стал. Вот. Значит, по поводу дорого, значит, недорого. Хонда недёшево. Значит, за счёт запчастей, кусочек, значит, запчасти ищут на Харли весь, на любой. А дальше человек матом нехорошие слова написал. А здесь процесс написал Харли. А на японский, значит, отдельно. Значит, запчасти отдельно напишу, сделаю. Значит, смысл в том, что на Харли ищутся запчасти, ребят, по-другому. Вот в чём прикол. Значит, там действительно надо брать запчасти на Харли, потому что те люди, которые продают запчасти, они, в смысле, на Харли, они всё не выкладывают, а пишут именно вот так. Ему надо стукнуть и спросить, это есть? Это другой подход, чем с японским, как вы привыкли. Когда, допустим, берёте по номеру ищите, и всё такое потребительское. Есть другая история. Есть очень много людей, то есть в наличии, честно говоря, практически всё. Вот, по крайней мере, в Москве это вообще совершенно не проблема. Я его нашёл на, сколько там, 95-го года, там тормозной диск родной вообще за один день. Ну так, к слову просто. И всё остальное практически я тоже накажу. Просто смысла нету, я просто наебая заказываю, мне там дешевле. А так, в принципе, есть в наличии. Или здесь, или в Питере. Просто это надо звонить и спрашивать. Это по-другому, чем с японским. Поэтому вот именно как раз так стоит набирать. Поэтому человек написал глупость. Ну, как бы, он имеет право быть глупым, это как бы здорово. Значит, мотоцикл не лучше. Я не хочу это читать. Значит, сегменты рынка. Так. Вот. Вот такие вот у нас вот. Дальше я даже не буду с этими комментариями. Значит, теперь по поводу, ещё раз возвращаемся к ценам на Харлей. Значит, дешевле, значит дороже. Мне кто-то там подописал по поводу битья. Значит, ещё что-то, значит, на вторую висит битьё с доставкой. Хотя, наверное, там не только Харлей битьё с доставкой. Просто это сейчас, на данный момент, в связи с кризисом и нашими ценами на всё подряд, и таможнями, то есть это достаточно оптимальный вариант. Если вы хотите отмытый такой же, то есть и покрашенный, можете купить его на МПА и как бы радоваться того, что у вас якобы не битый. Небитых мотоциклов, не падающих, практически не бывает. Вот. Вопрос в том, насколько он битый. Значит, это раз. Во-вторых, ну, забегая вперёд, вот это вот то, что человек там не помнит, кто уже там не стал в комментариях приводить. Приводил пример о том, что это мотоцикл списанный в Америке, не там запрещённых использований. А это для рынка Америки у них внутренние правила. Таковая компания может списать что угодно. Это совершенно не говорит о том, что на нём ездить нельзя. То есть, как бы если у него повройдён руль, там, да, допустим, вот, да, всё, он запрещён. Вот. Или, например, переднее колесо, вы можете взять его поменять за 10 тысяч рублей и ездить дальше. То есть, это вообще совершенно ни о чём не говорит. Вот. А если вам его поменяли, продали как новый, вам кажется, что это новый мотоцикл, как бы зря. Давайте вот сегодня посмотрим ещё про, так называемые, отмытые. Ну, то есть, это не с другого аукциона, с небитого мотоциклы. Не буду компании рекламировать. Вот, как бы, просто посмотреть, что там в наличии есть, да. То есть, из вот этих вот мотоциклов с пробегами по ценам. Чтобы ещё раз начиналась к вопросу, дорого Харле или нет. Нет, в одном сегменте это стоит примерно одинаково со всеми остальными. Вопрос только в том, что более старые года, значит, они могут быть дороже, чем новые. Вот. И это совершенно по-другому. Это не то, что вы, там, возьмёте 20-летний, там, или 25-летний, даже, японский мотоцикл. Закопить. Кстати, вы, кстати, запчтение не найдёте, а на Харле вы найдёте. Смотрим дальше про мотоциклы. Ну, так у нас вот. Ну, это дорогие, конечно. Вот там всякие клинги. Вот, где-то под полляма, да. То есть, это, ну, вот эти вот, с отмытого аукциона. Вот, ребят, не хочу рекламировать компанию, ну, как могу. Ха-ха-ха. Вот. Значит, ну, вот такой вот ценовой сегмент у них. Чё, дорого? Да. Как бы так, нормально, да. То есть, там, 600, там, как бы, есть всегда. Ну, вот, Дайна, вот такая за 400 есть. Вот. Значит, чё ещё? Значит, вот пошли спортеры, там, ну, у них там, хорит, немного, обычно. Спортеры, говорят, кстати, раскупают, нормально. Вот такой какой-то вот сегмент. Можете посмотреть, да, сколько это стоит. Вот, значит, если это с... Вот, берём, там, вот, шадов, кстати говоря. Вот, если нет, не на вторую смотреть. Вот, смотрим, там, всякую, там, шадован 2004 года. То есть, ну, тоже чё, дорого, что ли? В смысле дешево? Да нифига не дешево. Примерно то же самое и стоит. Там, ну, дороже, может быть, Хорлей, в этом случае, тысяч на 20. Что-то в этом роде. Ну, вот, что-то, если прямо вот так вот смотреть, да, то есть, примерно одинаково годов. Вот. Да, смотрим ещё, там, пожалуйста. Притом, это 750-е, да, там, всякие, там, это самое, меньше, там, литр в основном. Вот один на три, если пошёл, другой литраж. Просто у него другая таможня и другие налоги, да. То есть, и получается, ту же цену совершенно другая. Вот они начинают подбираться к этим Хорлейским сразу. Вот, цены, если это, ну, больший объём, да. То есть, и там, по-моему, от года, если не изменяет, тоже, как бы, стоит, там, нормально. Вот. Притом, человек, который купит Вулкан за такие деньги, ему не скажет, что, а, ты купил из-за понтов, там, за 700 тысяч мотоциклов. Правда? А вот, если он купит Сахарин за 700 тысяч, он скажет, что купит из-за понтов. Почему? Непонятно. Вот. 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 Вот то, что касается Сузуки, да. То есть, там, вот, булики, так называемые. То есть, вот, ну, и что, стоят они, как, ещё дёшево, что ли? Да я не могу сказать, что всё это очень дёшево. Вот. Более-менее, там, древность, там, какая-то. Вот. Она стоит, да, там, немного подешевле. Вот. Но, более-менее, с, ну, 2015, вообще, вот, кошмар, сколько стоит. Более-менее, литражные, там, мотоциклы в нормальном виде. Вот. Стратайлайнеры, там, тоже, вот, под 600 тысяч. Они стоят, как бы, примерно в одном сегменте. То есть, я не могу сказать, что он там дороже или дешевле. Если дороже, то есть, ну, буквально, там, совершенно ненамного. То есть, ну, в каком-то меняемом виде. А вот, если брать 400-ки, другой объём, то у них и цены другие. Так, а Харли не делает такие мотоциклы. Вот в чём прикол-то. Вот. Это вот, это другой сегмент. Так что, вот. 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 Вот.